Ребята, я нашёл два высших образования, которые ещё круче, чем... Но вы понимаете, о чём я. Ага! Здравствуйте, друзья! Виктор, как обычно, с вами, и это канал Витёк Плей и игра Бесконечное Лето. Как вы помните, мы с вами спустились в бункер, нашли пролом в полу, и, видимо, сейчас пойдём искать там Шурика. Музыка нагнетает, но нам же это нравится. Ну что ж, Семён говорит, думаю, стоит проверить. Глубина ямы позволяла потом выбраться оттуда, так что бояться на первый взгляд было нечего. Я аккуратно спустился и помог Славе. Мы оказались в какой-то шахте. Стены и потолок были укреплены деревянными балками, а вдаль уходили рельсы. Кое-где давящая на эту хрипкую конструкцию земля прорвала прогнившие от старости доски, отчего всё это сооружение не казалось особо надёжным. Как думаешь, где мы? Не знаю, шахта какая-то. Что здесь могли добывать? Может быть, уголь? Может быть. Мы начали медленно продвигаться вперёд. Из-под ног то и дело предательски вылетали камни, свет фонаря дрожа прыгал от одной стены к другой, то и дело вылавливая из тьмы бесформенные тени, которые исчезали, стоило посветить в их сторону. Тут страшнее, чем наверху. Да, пожалуй. Чем дальше мы продвигались, тем сильнее крепла во мне уверенность, что Шурику тут просто нечего делать. Не утащил же его в самом деле какой-то Чупакабра. Кстати, Чупакабра очень приятно выглядит. Такое чудище. Хотя и этот вариант исключать не стоит. Наконец мы вышли к развилке. И куда нам теперь? Не знаю. Я попытался придать своему голосу хотя бы подобие спокойствия, но в действительности и правда ничего не знал. Совершенно ничего. Никуда идти, нигде Шурик, ни зачем мы вообще здесь. А вдруг заблудимся? Ммм, да, точно. Давай сделаем пометку, что мы здесь уже были. Я взял с земли довольно большой камень и тщательно выцарапал на одном из бревен, держащих потолок, крест. Вот, теперь точно будем знать, что здесь уже проходили. Хорошо. Славя улыбнулась. И куда? Ммм... А где крест-то на бревне? Кто-нибудь видит крест? Я лично нет. Ну давайте налево. Мне сказали вообще сходить налево, 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 налево. Похоже, еще одна развилка. О, мы вышли к некоему подобию шахтерского привала. Везде валялись кирки, каски, в углу ржавая вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились скорее к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. А значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Похоже, еще одна развилка. Налево. Ммм, и еще одна. А, ты смотри, что-то просто тупо налево не получается ходить. О, за очередным поворотом фонарь выхватил из тьмы деревянную дверь. Я так понимаю, здесь все равно, как идти, да просто вали, в какую сторону что-нибудь прожимай, и дойдешь куда надо. Ну, уже хоть что-то. По правде говоря, я так устал бродить по этой шахте, что и думать забыл о Шурике. Хотелось просто поскорее найти выход. А что там? Вот сейчас и выясним. Ленка, дура. Эк, так, ну и здесь где-то Шурик должен быть, насколько я помню. За дверью скрывалась небольшая комната, похожая то ли на подсобку котельной, то ли на одно из помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые бутылки, а стены были расписаны лучшими образчиками русского народного фольклора. Что говорил о том, что здесь до нас уже кто-то бывал, и не раз. Правда, судя по всему, довольно давно. Я водил фонарем по комнате, стараясь осмотреть все углы, как вдруг... Обнаружил съежившегося в углу Шурика. Шурик, закричала Славя. Он же, казалось, не обратил на нас никакого внимания. Так вот ты где, а мы тебя всю ночь ищем. Что ты тут вообще забыл? Шурик поднял на меня мутные невидящие глаза. А вы кто? Что значит мы кто? Давай уже вставай и пойдем. Никуда я с вами не пойду. Шурик вновь уставился в темноту. Вы опять хотите меня обмануть? Будете водить кругами по подземелью? Будете, я вас знаю. Он перешел на какой-то дьявольский шепот. Хватит уже, чушь нести. Я хотел подойти к нему и помочь подняться, но Славя остановила меня. Он не в себе. Ну и я не в себе. Целую ночь тут шлялся. Любой не в себе будет. Она укоризненно покачала головой, медленно стараясь не выходить из света фонаря, подошла к Шурику. Все в порядке, это я, Славя. Правда? Шурик посмотрел на нее и тут же тихо заплакал. О, раньше по-другому было. Конечно, кто же еще? И Семен со мной, мы пришли за тобой. Теперь все в порядке. Вы точно не они? О ком он? Нет, точно, мы, это мы. Он попытался встать, но, видимо, потерял ориентацию и был уже готов упасть, если бы Славя не схватила его за руку. Вот так, осторожнее. Когда они подошли ко мне, я сказал. Ладно, пора выбираться отсюда. Назад нельзя. Назад это куда, в шахту? Да. Шурик говорил спокойно, но при этом его голос еле заметно дрожал. Почему? Там они? Кто они-то? Голоса. Какие еще голоса? Я уже начинал терять терпение. Конечно, это место, эта ситуация не были нормальными, но если бы здесь и водилась какая-то чертовщина, то по всем канонам фильмов ужасов она давно уже была бы... Нужно было бы показаться. Успокойся, Шурик, и расскажи нам все подробно. Он сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и начал. Мне нужны были кое-какие детали для робота, и я слышал, что в старом лагере есть бомбоубежище, а в бомбоубежищах обычно много всякой аппаратуры. Она, конечно, старая, но разобрать вполне можно. Катушки, резисторы, все найдется. Вот я с утра пораньше и пошел. Думал, все быстро сделаю и к завтраку вернусь. Все, что нужно, я собрал. Он достал из кармана и показал нам какие-то лампочки и проводочки. Но потом из-за двери, там сверху в бомбоубежище, услышал какие-то звуки. То ли стоны, то ли плач. Сначала стало страшно, но потом я подумал, а вдруг человек в опасности и пошел. А тут вот шахта, лабиринт этот чертов. Я совсем заблудился. И голоса, голоса повсюду что-то говорят мне. То кричат, то шепчут, а я никак разобрать не могу. Он уже был готов разрыдаться, но Славя нежно погладила его по голове и Шурик продолжил. В общем, нашел я эту комнату, тут хотя бы не слышно их. И решил сидеть и ждать, пока тебя спасут? Как в фильмах уровня Б? Саркастически спросил я. Славя бросила на меня гневный взгляд. Ну, в любом случае, пора выбираться отсюда. Если никто не против, конечно. Пойдемте, я знаю короткий путь. Короткий? Да. Я же тут все исходил. Ну ладно. Шурик не соврал. Действительно, поплутав по шахте всего пару минут, мы оказались возле решетки, за которой виднелось небо. И почему же ты не выбрался тогда сам? А ты попробуй. Я подтянулся и сильно дернул решетку несколько раз. И правда, так просто не сломать. Нужно что-то тяжелое. Я посмотрел вниз, на славию Шурика. Эм, может... О, может фонарем? Фонарем. Я покрутил его в руках. Да, это была не китайская поделка 90-х годов, коих у меня в свое время множество валялось на даче, а настоящий советский добротно сделанный металлический фонарь. Конечно, не молоток, но при должном усердии... Я размахнулся и начал долбить по решетке в тех местах, где она крепилась к стене. О, как страшно. Вскоре мне повезло, послышался треск, и на землю полетели болты, удерживающие ее. Ты смотри, совсем все по-другому, нежели с Алисой. Интересно. Через минуту я уже валялся на траве возле памятника и с наслаждением вдыхал свежий ночной воздух. То есть это выход в настоящий лагерь современный? Хотя после шахты мне бы любой воздух показался свежим. Ну ладно, я пойду. Спасибо вам. Шурик выглядел несколько растерянным. Я некоторое время оценивающе смотрел на него, но в итоге ничего не сказал, лишь слабо махнув рукой на прощание. В конце концов, не было ни сил, ни желания с ним разговаривать. Да и что сказать? Ругать его сейчас бесполезно. Пытаться что-то узнать? Наверное, тоже. Ну и ночка. Слава сидела рядом и мечтательно смотрела на луну. Да уж, если бы мне кто еще неделю назад сказал, что я попаду в пионерлагерь, да еще придется лазать по бомбоубежищу. Зато весело. В каком-то смысле. Действительно, что-то забавное в этом всем было. Но было и странное. За последние несколько часов со мной могло произойти все, что угодно. Но в итоге не случилось ничего. Возможно, через пару лет я буду вспоминать это лишь как смешной случай с детства. Если доживу. Как думаешь, он правда там что-то слышал? Не знаю. Возможно, конечно. Но скорее всего, ему просто показалось. Такую ситуацию любому может померещиться. Это было не только самое логичное объяснение, но и самое правильное, ведь с нами-то не случилось ничего. А я вот думаю, ему стоит психиатру показаться. Наверное. Смеется вообще. Славя рассмеялась. Ну ладно, пора спать. Угу. Я чувствовал, что надо что-то сказать Славе. Не был уверен, хочу ли, но необходимость ощущал. Спасибо тебе. За что? Она недоуменно посмотрела на меня. Без тебя я бы не справился. Да ничего. Славя покраснела. Я был у нее в долгу. Опять. Интересно, как хотя бы частично отплатить ей за все, что она для меня сделала? Я смотрел на ночное небо и медленно погружался в сон. Все приключения сегодняшнего дня настолько меня утомили, что сил больше не оставалось. Знаешь, при других обстоятельствах я бы обязательно признался тебе в любви. Сказал я, теряя контакт с реальностью. Мысль обычно работает куда быстрее, чем здравый смысл. Но Слави рядом со мной уже не было. Может, оно и к лучшему. Хотя бы не слышала. Хотя странно, почему она ушла, не попрощавшись. Ну и ладно. Утро вечера мудренее. О, я так устал, что еле добрался до домика вожатой. Однако в окне горел свет. Это значит, что она меня ждет. А вот это в свою очередь значит, что мне опять предстоит выслушивать мировое учение. И сейчас уж точно ничем не обоснованное. Выяснять, прав я или нет, не было никакого желания. Шезлонг, стоящий рядом, приветривая его манил, словно предлагая поспать в нем. Забыв про шахту, шурика, вожатую. А вот и вы. Отрешенно бросил я, продолжая смотреть на заветный шезлонг. Семен. Да-да. Мы нашли шурика, подробности вам расскажут завтра Слави. А сейчас мне бы очень хотелось поспать. На секунду непонимающе смотрела на меня, а потом сказала. Ладно уж. Не знаю уж сыграло ли свою роль упоминание Слави, но через полминуты я уже лежал в кровати. В голове еще некоторое время крутились мысли о сегодняшних событиях. Но вскоре она начала болеть, и сознание, словно включив безопасный режим, ушло на перезагрузку. День пятый. Сейчас, видимо, будет ускоренный вариант. Мы бежали. О-о-о-о-о, там были девчонки голенькие. Так, если честно, немного не помню, что-то так. А, покушать мне хочется. Я, если честно, не помню, куда я ходил в прошлый раз. Возможно, здесь нужно все места пощитить. Но последний медпункт. Я всегда довольно трепетно относился к своему здоровью. Хотя бы в те моменты, когда что-нибудь начинало сильно болеть. Поэтому, не раздумывая, отправился в медпункт. Я в прошлый раз, по-моему, не выбирал этот вариант. Так что, почитаем. Однако, перед дверью меня словно остановила какая-то невидимая сила. Совершенно не хотелось лишний раз общаться с местной медсестрой. Но, с другой стороны, вчера я совершил практически подвиг, обороняя медпункт. Так что, она была мне в какой-то степени обязана. Я собрался с духом и открыл дверь. Привет, пионер. Здравствуйте. Ты извини, что я вчера так долго. Да нет, ничего. А ты что, пришел? Заболел никак? Она хитро улыбнулась. Да я тут... Ступни немного. Немного что? Ступни. Глупо ответил я. Ну, показывай. Я сел на кушетку и снял ботинки. Где же ты это так? Произошедшее около умывальников лучше было держать в секрете. Это мы с вами бежали босиком по лесу от разъяренной Алисы. Если вы не помните, мы случайно... Ну, как случайно? Совсем не случайно подсмотрели, как они там... Тю, лифчики снимают друг с друга. Хе-хе-хей. Да я... Ладно. Не важно. Сейчас. Она парилась в ящик и вытащила пузырек, из которого достала большую красную таблетку с крестовой просью. А это зачем? Меня несколько смутили размеры таблетки и ее странная форма. Обычно ломают пополам, они на четыре части. А это чтобы тебе потом ноги не пришлось отрезать. Что? Да ничего. Не бойся. Ни хрена себе. Кхм-кхм-кхм. Вот это удивление. Ребята, я нашел два высших образования, которые еще круче, чем... Но вы понимаете, о чем я. Жесть, а на что мальчиков любят маленьких? Я немного не понял. Не бойся, пионер. Сейчас выпьешь и все пройдет. А почему эта таблетка такая? Это для больных, которые отказываются принимать лекарства перорвально. Таким мы накручиваем их шуруповертом. Куда именно их закручивать, спросить я не решился. А теперь потерпи немного. Она достала большой пакет с ватой, обмотала ей палочку и всю эту конструкцию обильно намазала йодом. И я приготовился к кецким мукам. Негромко застонал я. Однако в этот метод дезинфекции мне верилось куда больше, чем в непонятную таблетку. Поэтому пришлось стойко вытерпеть жжение. Вот и все. Я обулся и попробовал пройтись. Тут не все еще ныли, но острый бой прошла. Спасибо вам. Не за что. Заходи в любое время. Пионер. жесть ребята что я только что видел ох я попрощался и вышел из медпункта проблема со здоровьем была решена теперь самое время поесть день только начался и мне уже столько всего пришлось пережить полетели так здесь мы с вами будем сейчас собирать клубничку в принципе клубничку земляничку но это у нас сейчас пролетит очень быстро сейчас мы сделаем пойти со славей так это все благодаря девочке помощи девочек так что нам надо сделать давайте вспомним нам с вами нужно сходить за сахаром за и за прочей ерундой в принципе мы с вами везде были так что это сейчас будет очень быстро тут все равно что медпункте мы с вами берем пивасик целая история как мы там пивас будем выносить по пионерлагерю но у ребят мы берем сахар они там себе кошку ваяют так сцена с оттягивать с оттягиванием с оттаскиванием от пирога нашей маленькой и юный 18-летний ульянки ну вот мы с вами уже пришли собственно к тому месту где критический выбор нас как помните мы с вами перед костром это у нас пионерлагерь вышел так сказать на пикник и здесь мы настолько обдолбали за этот день чем я удолбались что есть вариант либо пытаться узнать о чем спорят лена и алиса либо не делать ничего и просто сидеть ну что ж ну давайте не делать ничего и просто сидеть это наш выбор так единственное что сейчас когда появится выбор мы пытаемся найти славю поехали ребята вот оно самое самое интересное начинается здесь мне было действительно интересно куда ушла славя впрочем я также хотел поскорее убираться отсюда и если и не увлечься наконец спать то хотя бы побыть наедине с собой вдали от всех этих пионеров ольги дмитриевны который так не терпел не терпелась от меня опять чем-нибудь занять я выбрал подходящий момент и скрылся в лесу на лагерь опустилась ночь совершенно обычная и ничем не примечательная одна из тех ночей когда и темное небо и звезды и полумесяц не вызывают никаких особенных эмоций а стрекотание сверчков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой чем очарованием ноктёрно эту фразу я по моему читаю уже раз третий если не больше я бродил по лесу без особой цели стараясь не удаляться далеко от лагеря конце концов там был шанс столкнуться с ульянкой а это стихийное бедствие возможно еще и похоже похуже вожатый я сел на поваленное дерево и задумался почему все это именно со мной происходит почему я всегда и везде попадаю в ситуации даже внезапно оказавшийся в непонятном пионерлагере неизвестно где я не могу как нормальный герой фантастических романов стать подопытным кроликом жертвы больного вельселенского разума или участником межгалактической войны на стороне группы пасифистов самоубийц нет я должен ночью в лесу прятаться от бесноватой вожатой и и пионеров стахановцев серьезное сравнение звезды на небе ярко сверкали наверное они светят не только для меня этого лагеря но и освещают город когда где я родился и мой старый дом в груди словно что-то защемило опа я ясно представил свою старую квартиру и мерзкое жжение начало подниматься из желудка горло нет это была не тоска скорее грустное воспоминание ведь несмотря ни на что за неполные пять дней здесь я чувствовал себя более живым чем за последние несколько лет и теперь уже не знал хочу ли возвращаться назад меня терзал лишь один вопрос как и почему я здесь оказался он разгорелся с новой силой моем мозгу последнее время я не часто искал ответы не часто и просто думал о своем положении мои мысли были заняты житейскими обыденными делами сейчас и для того чтобы сломаться и окончательно захотеть остаться здесь мне нужно понять природу этого места ведь даже слови золотой клетки имеет право знать как и по чьей воле надо попал и уже потом делать выбор оставаться или нет интересно возможно я бы еще долго предавался этим экзистенциальным размышлениям но совсем рядом послышался голос послышались голоса ольги дмитриевны с пионерами наверно они продолжают поход я быстрыми шагами направился в сторону лагеря домик вожатой возвращаться не хочется потому что наверняка получу от нее нагоняй а просто сидеть и ждать этого куда хуже вскоре я вышел на пляж и оказался там не один на песке лежала пионерская форма женская ребята но в воде вроде бы никто не плавал непонятно я уже было подумал на очередную чертовщину как вдруг услышал голос сзади прогуливаешь проход поход я думала что все еще в лесу я обернулся увидел слави в купальнике извини я помешал наверное да ничего я уже заканчивала чего это ты решила ночью искупаться что нельзя она улыбнулась да нет просто ольга дмитриевна не будет против что ты ушла пораньше ну так и ты тоже слави стрельнул в меня глазками да и я тоже я сел на песок и уставился на реку не понравился по не понравился поход нет почему просто захотелось побыть одно немного а я тебе не мешал нет все нормально это на тебя не похоже ты о чем ну вот так вот уходить я же не робот все таки чтобы постоянно действовать по заведенной программе она рассмеялась да точно меня все еще мучили вопросы да и к тому же усталость становилась все сильнее и сильнее голове было совершенно пусто точнее она была настолько тяжелый что мне не осталось пространство для развертывания идей если в лучшие времена мой мозг представлял из себя широкую автостраду блин опять эта фраза по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей обгоняя подрезая друг друга устраиваю чудовищной аварии то сейчас он не более чем затерянная в лесу тропинка по которой ходят только в случае крайней необходимости эту фразы я тоже читаю же раз третий поэтому я сказал первое что пришло в голову а тебе не кажется все это странным странным все что здесь происходит идеальная модель пионерлагеря конечно я не знаю немного но все именно так как я себе представлял ты о чем славе недоуменно посмотрела на меня и никогда не думала что находишься не на своем месте не знаю точнее совсем не там где надо как будто за тысячи километров от дома или вообще в другой галактике я тебя не понимаю в этом мы с тобой похожи я лег на спину и посмотрел на звезды а что если я тебе скажу что я пришелец из будущего а ты пришелец из будущего спросила славе совершенно серьезно ну допустим и как мне вернуться в свое время а ты этого хочешь да все разговоры с ней о моей ситуации даже малейшие намеки всегда заканчиваются одним и тем же нифигасе слайд семенчик взял и наконец-то мужиком себя яйца выкатил знаете такие и поставил на стол она словно предлагает мне остаться наистойчиво предлагает ну допустим я не знаю так назовем это так все родное нет точнее привычное практически все знакомое к любой ситуации ты готов а тут наоборот буквально каждая мелочь становится для тебя неожиданностью и вообще все другое разве это плохо я не говорю что плохо непривычно непонятно иногда бывает сложно что-то менять особенно людям с моим характером от чего ты сам хочешь начнем с того что я не могу ответить на этот вопрос пока точно не пойму где это тут так выясни если бы это было так просто а что сложного все сложно я даже не знаю с какой стороны начать да и меня постоянно отвлекают и так серьезно об этом рассуждаешь как будто это все на самом деле она рассмеялась кто знает наступило довольно долгое молчание вдруг славя чихнула будь здорова спасибо не надо было ночью ты купаться простудишься иди скорее в домик а то холодно ничего я лучше еще с тобой посижу сейчас только оденусь не было конечно приятно но пойдем я тебе провожу но не успели мы сделать и и десятка шагов как славя оперлась на мою руку что с тобой что-то голова закружилась я потрогал ее лоб он просто пылал никогда не умел определять температуру тела на ощупь но тут все было очевидно я же тебе говорил апчи пойдем скорее нет я женю заражу слушай давай лучше в медпункт и что ты будешь делать медпункте ночью одна глупости нет не хочешь я сама пойду она отпустила мою руку и уже собралась уходить не обижайся на вот накинь а то холодно я протянул и свитер который прихватил с собой в поход хоть пригодился спасибо она закуталась него и посмотрела на меня таким нежным взглядом что я решил не спорить медпункт так медпункт как скажете через пару минут мы уже стояли у дверей медпункта и славя подбирала ключ мне вновь показалось что это весьма глупая затея обычной простуды еще никто не умирал по крайней мере в последние лет сто я не видел никакой особой причины чтобы проводить ночь медпункте наконец славя открыла дверь и облокотилась а мою руку голова немного кружится виновата сказала она славя села на койку а я на стул рядом слушай но все-таки ночью одной в медпункте конце концов то же самое же не может в крайнем случае хоть стакан воды подать да и заразиться она не заразиться она молодая здоровая еще все нормально не хочу никого стеснять тем более завтра придет медсестра а вдруг представилась я вдруг представил себя на месте славя что мне придется что мне придется провести здесь ночь одному и от этого мурашки побежали по коже слушай может я с тобой побуду я был многим обязан славе да и просто не хотелось уходить зачем все в порядке будет спасибо что проводил идеи ты спать мне кажется что все же все в порядке я на мгновение задумался конечно с ней ничего страшного здесь не случится но все же мне будет спокойнее если останусь я все-таки не надо говорю же обиженного скликнула славя ты же меня не выгонишь лака улыбнулся я ладно но если заразишься пеняй на себя я был доволен своей маленькой победой чем займемся в ящике стола должны были быть карты в дурака по правде говоря кроме этой игры покера я никаких и не знал давай играли мы долго я совершенно забыл о времени мы разговаривали на разные темы много смеялись казалось что славя и не болеет и вовсе но вот и наступила ночь пора спать пожалуй а ты где собираешься на пристально посмотрела на меня иди все же не надо со мной тут сидеть да я и так сейчас бы заснул и стоя славя довольно долго смотрел на меня потом задернула занавеску и сказала спокойной ночи спокойный я опустил голову на руки и моментально провалился сон несмотря на то что очень сильно устал спали беспокойно даже можно сказать что скорее дремал сознание то уходило то возвращалась это самое лучшее состояние для созерцания всяких бредовых картин сначала по комнате с ревом пробежал автобус под номером 410 потом с потолка пошел снег на столе возник монитор моего компьютера на стенах появились обои на полу горы мусора в углу старая кровать я снова оказался в своей квартире потом пейзаж сменился на улице родного города я как будто пролетал по ним проходя сквозь бесчисленные толпы снующих туда-сюда людей а потом на меня опустилась темнота первобытный вселенский мрак я в ужасе вскочил с меня ручьем лил холодный пот кушетке испуганно смотрела славя просто плохой сон я попытался улыбнуться и кричал и что я кричал не знаю не разборчиво часы показывали всего лишь пол первого ночи семён а мне холодно славя куталась мой свитер и ежилась сейчас поищу одеяло я перерывал один шкаф за другим и про себя чертыхался что в медпункте даже укрыться укрыть больного нечего нечем извини ничего нет подожди сейчас сбегу принесу не надо может ты ляжешь со мной так будет теплее она сказала это совершенно серьезно ее голос прозвучал нежно и настолько жалобно что у меня на секунду перехватило дыхание ты уверена что это что это нормально значит нельзя расстроена спросила она нет почему я медленно снял ботинки и лег на кушетку с краю стараясь занимать как можно меньше места весь сжался и практически не дышал славя нежно обняла меня и положила голову на грудь да так лучше промурчала она я же был не в состоянии что-либо сказать поэтому просто лежал хорошо спасибо тебе за что славя лежала с закрытыми глазами и кажется была готова заснуть в любую секунду за то что ты здесь да нет ничего такого хотя еще пару минут назад она упорно пыталась выпроведить меня нет правда но тогда пожалуйста она ничего не сказала но я был уверен что славя улыбается обращайтесь в любое время так сказать и такой заботливый внимательный стараюсь ты хороший друг друг ну да наверное почему-то это слово больно задело меня с одной стороны не было особых оснований полагать что для слави я значу нечто больше чем просто друг да и к чему вообще эти мысли мне тоже я никак не мог подобрать нужные слова что мне тоже приятно с вами работать надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество или с тобой тоже классно дружить пойдем лепить куличики вдвойне тяжело было мне и потому что славе лежала рядом не скрыться не убежать и даже не смотря мне в глаза она казалось видит меня насквозь ты чем-то расстроен нет все в порядке но я же вижу может быть не хочешь об этом поговорить да не то чтобы просто не о чем говорить на самом деле получается ты не знаешь чем расстроен наверное так зачем тогда расстраиваться славер смеялась выходит что и незачем вот и хорошо она еще крепче прижалась ко мне не холодно нет спасибо но если тебе неудобно то ты скажи ничего нормально как тогда с лодкой мышцы рук словно вспомнив соревнования по гребле отозвались ноющий булью там совсем другое дело было же хорошо хорошо сказала она лукаво и слегка приподняла голову значит точно все в порядке да в полном я уже начал не на шутку волноваться славе совершенно явно чего-то от меня хотела скорее всего чтобы я что-то сказал или сделал вот только что ты уверен? да наверное ну хорошо тогда спокойной ночи и тебе через некоторое время она заснула я краем глаза поглядел на время было всего лишь час а это значило что мне предстоит в таком положении пролежать до утра меня совсем не волновало то что он имеет рука просто рядом со славей в такой опасной близости я совершенно не могу не мог заснуть я всякие мысли а всякие мысли так и лезли в голову интересно она правда считает всю эту ситуацию нормальной о-оу да мой час будет не очень хорошо да я только задумался о том что будет плохо если нас кто-нибудь здесь найдет как дверь распахнулась зажегся свет и в медпункт ворвалась Ольга Дмитриевна сердце ёкнуло и остановилось на мгновение Семён дьявольски спокойно начала вожатая тогда не так Семён нет Семён дьявольски спокойно начала вожатая я тебя везде ищу а ты смылся из леса раньше времени не пришёл ночевать и развращаешь нашу лучшую пионерку Семён Семёныч тут же проснулась и славя она некоторое время за спинными глазами смотрела на вожатую потом похоже поняла что происходит и быстро вскочила с койки Ольга Дмитриевна это совсем не то что вы думаете я просто заболела и Семён проводил меня сюда а потом мне стало холодно и я ему говорил чтобы шёл к себе да да конечно значит заболела говоришь да робко ответила славя так вот и лечись она грозно посмотрела на меня а ты быстро со мной я понял что спорить неуместно встал и вышел из медпункта даже не взглянув на славю мы молча дошли до площади Ольга Дмитриевна злобно посмотрела на меня и сказала домой там поговорим жесть как мама какая-то знаете ну в принципе да она же мама всего отряда всю дорогу я находился в ужасном состоянии вожатая молча шла рядом я думал о том что опять попал в глупую ситуацию которая абсолютно все поймут не так как было на самом деле да что говорить будь я на месте Ольги Дмитриевны двое подростков лежат в обнимку ночью в пустом медпункте сложно придумать оправдание самое обидное что вновь и вновь это случается именно со мной я всегда считал что обладаю аналитическим складом ума но почему-то он редко проявлялся на практике войдя в домик вожатая продолжила допрос не хочешь мне что-нибудь объяснить похоже она немного успокоилась хоть это Ольге Дмитриевне мне не нравилось она конечно была импульсивным человеком но в то же время и отходила быстро славя же вам все рассказала и ты думаешь что я в это поверю я не заставляю вас в это верить но и никаких оправданий придумывать не собираюсь так как это правда она долго смотрела на меня и потом сказала ладно я завтра буду думать что с тобой делать вожатая выключила свет и я не раздеваясь накрылся одеялом и отвернулся к стенке интересно а почему она только меня винит я же там не один лежал все-таки конечно славя образцовая пионерка но нет я совсем не собирался перекладывать на нее ответственность просто мне было жутко обидно что опять попал в дурацкую ситуацию не специально ни по своей воле не имея никакого злого вымысла и не ожидая подвоха я бы еще долго мог жалеть себя и мучиться но усталость взяла свое и я отключился день шестой славя спалось плохо а почему спалось плохо ребята мы уже узнаем с вами в следующей серии я более чем уверен что вам эта серия понравилась у меня такое нежное чувство вообще на душе если честно славя она реально очень добрый человек ну если это все дело прочувствовать то проникаешься какой-то взаимной теплотой и добротой поэтому честно с улыбкой во все во весь рот просто заканчиваю эту серию ставьте лайки подписывайтесь на канал в описании будет ссылка на плейлист ну и я надеюсь вы все-таки придете посмотрите какие-то следующие серии не забывайте писать комментарии всем пока а